Боже, почему-то кофта сюда сползает, скажите мне, люди добрые, что-то такое происходит. Ну что, поехали? Hello, YouTube, меня зовут Сандра Виталини, и вы попали на мой канал. Если вы еще не подписаны на мой канал, то сделайте это прямо сейчас, а также подписывайтесь на мой Instagram, Sandra, нижнее подчеркивание, Виталини, потому что туда я заливаю очень много фотографий, сторисов, и я думаю, что тебе будет интересно. Каждый день, вот действительно, каждый день мне не один человек пишет личные сообщения в Инстаграме, что, Сандра, сними, пожалуйста, видео о своей любимой косметике, покажи, чем ты сейчас пользуешься, и все в этом роде. И я думаю, что если вам реально интересна эта тематика, данная тематика видео, то продолжайте его смотреть, почему бы мне вообще не снять такое видео. Вот, поэтому оставайтесь со мной. Это звуки шариков. Ребята, давайте перейдем к косметике, потому что мне уже не терпится вам все это показать. Я сразу хочу сказать, что это все моя косметика, это не косметика моей мамы, потому что я уже даже в видео о каком-то, и, кажется, в подарках на Новый год рассказывала, что у нас с мамой абсолютно разные типы живы, поэтому мы пользуемся совсем разной косметикой. Вот, и в повседневной жизни я почти не крашусь, я могу только вот нанести бальзам для губ и что-то в этом розе, а на какое-то мероприятие, конечно, как любая девочка, я использую косметику. Вот, и сейчас я вам, собственно говоря, и покажу все, чем я пользуюсь, точнее, самое любимое из того, чем я пользуюсь. Будет логично начать с основы под макияж, и моя любимая основа — это метеориты от Guerlain, жидкие метеориты, я их очень сильно люблю. Что же это за основа? Сейчас я вам покажу ее. Вот так вот выглядит флакончик. Это средство очень легкой текстуры, которое вы наносите на лицо, и эти метеориты придают сияние лицу, и это классная основа под макияж, и я не пользуюсь никакими вот специальными, так и называть, основами под макияж. Нет, это нет. Я пользуюсь вот этим средством, и оно мне очень сильно нравится. Я думаю, что дальше будет логично показать вам пудру и тональную основу. И тональная основа, которой я пользуюсь, — это Chanel. И на самом деле я тональную основу использую очень редко, может быть, раз в полгода, потому что если я иду на какое-то мероприятие, чаще всего я иду в салон, или если это какая-то съемка, то там нас, в принципе, красят или показ, к примеру. Поэтому тональную основу я использую очень редко, но все же, если мне нужно воспользоваться данным средством, то оно у меня есть. И это Chanel SPF 15 20 Beige. Вот так вот выглядит флакончик. Обожаю этот фокус мой любимый. Пудра. Пудра Dior Nude Air в номере 020 Beige Clear Light Beige. Вот так вот она выглядит. Та-да-да-дам! Вот это вот два моих любимых средства, моих must-have, без которых вечерний макияж — это не макияж. Почему? Потому что очень важный вечерний макияж — это скульптурирование или, можно сказать, контурирование лица. И я не использую, знаете, вот такую вот специальную темную пудру, или как это называется, средство для контура. Ну, так и называется контур. А я использую вместо этого средство от Guerlain. Это Terracotta Light в номере 02 Naturel Blonde. То есть оно для блондинок, но я блондинка, да? Конечно. Вот так вот выглядит это средство внутри. Благодаря этому бронзеру или бронзарту, как его кто-то называет, мы можем создать естественную скульптуру лица, то есть сделать скулу, и это будет выглядеть естественно и красиво. Хайлайтер. Мой любимый хайлайтер от The Balm. Mary Lou Manizer с вот такой вот блондинкой, и я думаю, его знают абсолютно все, потому что им практически все пользуются. Это вот так вот выглядит это средство. Та-да-да-да, очень красивый блеск. Вот так вот выглядит. Даже не знаю, куда нанести. И... О, да. О, да. Вот так вот красиво переливается. Мне безумно нравится этот хайлайтер. Дальше тут лежит, я смотрю, еще много средств от Dior, и там еще лежит. Я не понимаю по упаковкам, что это именно, но сейчас, я думаю, вам буду показывать рандомно, и будем смотреть, чем же я чаще всего пользуюсь. Первое средство это... А, это гель для бровей. Это мой гель для бровей, которым я пользуюсь. Я его безумно-безумно-безумно люблю. И он самый... Я помню, что это самый темный оттенок, если не ошибаюсь, dark. 002 dark, да. И это тушь для бровей, которая не скатывается, не берется комочками, которая просто идеально держится, которая просто невероятно классная. И она подчеркивает вашу форму бровей. И я не знаю, средство лучше этого для бровей, поэтому... One love. Дальше это тушь. Тушь для ресниц. 0,90 Dior Show Iconic. Маскара. Упаковочка, если она вам о чем-то говорит. Мне она лично ни о чем не говорит. Dior Show Iconic. Вот так вот выглядит эта тушь. Очень удобная кисть. Я показывала ее в видео о подарках на день рождения. Like this. Вот так вот она выглядит. И очень нравится. Дальше мой фаворит. Это Dior Lip Glow. Это блеск бальзамля губ, который уже покорил интернет. Просто ковка. Это уже не первый флакончик его. Не первый чубик. Нет, не тюбик, тубус. Я не знаю, как называется. Вот так вот он выглядит. Он на губах нежно-розовый. Можно сказать, что он придает естественный цвет вашим губам. Я им крашу очень часто губы в школу. И он очень долго держится, потому что даже когда скатывается слой самого блеска, то ваши губы приобретают такой розоватый пигмент. И мне даже кажется иногда, что он немного увеличивает губы. Но это мои странности. Ну, раз мы заговорили про губы, то я решила вам показать еще несколько моих любимых продуктов. И тема губ вообще моя самая любимая, потому что я люблю тестировать разные новинки и люблю тестировать разные средства для губ. И мне нравится помада MAC. Ну, я вам как-то ее уже показывала, поэтому я решила ее не приносить. А решила показать вам Dior Lip Maximizer, который увеличивает губы. Коллаген Актив. Мне нравится он. Затем это два блеска от Victoria's Secret. Один прозрачный, а второй вот такой вот, красиво переливается. И этот блеск идет в оттенке So Jelly. Вот. А этот идет Sugar High. И вот это вот средство я оставила напоследок. Почему? Потому что это мое самое любимое средство. Вот самое любимое средство для губ на данный момент. Блеск розового цвета. Chanel номер 794. Ну, фокуса не будет, поэтому это не принципиально. Номер 794. И не смотрите на то, что в тюбике он вот такой вот ярко-розово-малиновый. Нет. На губах он розового цвета, но он настолько красивый, он настолько красиво переливается. Нет, там нет блесток, но он просто делает ваши губы идеально глянцевыми и с такой вот розовой подсветкой. И вы даже не представляете, насколько это красиво, особенно когда идеальная кожа, такой вот нежный блеск розовый для губ. И это просто идеальный макияж. Я уверена, что этот тинт вы 100% знаете. Это Benefit Bene Tint. И я уже не один раз о нем вам рассказывала. И я никак не могу его закончить, потому что он настолько экономный. Сколько ты им не пользуешься, он все равно... Но, видите, полностью флакончик весь вот. Если вдруг кто-то не знает, что это, то я расскажу. Это тинт, который идет для губ и для щек. Но я для щек его не использую как румяна. Я использую его сугубо для губ. То есть это вот такая вот жидкость. Тут идет кисточка. Вот такая вот кисточка. И мы берем вот это средство, наносим его на губы, растираем пальчиком. И ваши губы становятся красноватого оттенка. И как тинт, и так как это тинт, это средство держится на губах, ну, я думаю, часов 5 хороших точно. Это дорожный набор от Dior. Я тенями практически никогда не крашусь. Но если мне это нужно, то я очень люблю тени из данного набора. Тут идет 8 оттенков теней. Затем пудра, блески и румяна. Ребят, это было все видео на сегодня. Я надеюсь, что вам оно понравилось, так как вы ждали уже давно это видео. Я безумно рада, что я сняла его для вас. И вы, наверное, заметили, что я теперь чаще выпускаю видео. Я безумно стараюсь для вас, несмотря на то, что у меня скоро экзамены в школе. Но я стараюсь снимать для вас видео. Не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на мой канал, подписываться на мой инстаграм и писать положительные комментарии. С вами была Сандра Виталини. Всем пока!